МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск информационной программы «Есэляк Парад». В студии работает Тамерлан Киубаев. Число заражений коронавирусом в регионе не уменьшается. Опасные инфекции за прошедшие сутки выявлено у 135 североказахстанцев. В Петропавловске зафиксировано 50 больных COVID-19. На сегодняшний день в инфекционных больницах лечение получает 636 человек. 51 из них находится в реанимации. То есть реанимационное отделение загружено на 51%. За последние сутки от коронавируса скончалось 3 человека. А с начала распространения коронавирусной инфекции умерло 317 больных. Реконструкция моста в рабочий поселок, ремонт ливневой канализации по улице Букетова и расширение улицы Жумабаева. Все эти работы создавали множество неудобств жителям областного центра, создавая длинные пробки. Чтобы разгрузить улицы Жамбыла и Назарбаева, было принято решение с сегодняшнего дня возобновить движение по Жумабаево. Хотя работы еще полностью не завершили. На реконструкцию почти километра дороги, перенос коммуникаций и восстановление освещения выделили больше миллиарда тенге. Из двухполосной дороги сделали четырех и плюс полосы для разгона. Кстати, ближайший месяц передвигаться здесь нужно будет все равно с осторожностью. Освещение пока не сделали. Полностью привести улицу в порядок планируют в следующем году. Все работы остальное по благоустройству и по укладке мелкозернистого асфальтобетона смесей будет проводиться на следующий год. Так как у нас проект двухгодичный, мы максимально старались соблюсти все качества, требования, нормы. В связи с этим, да и с остальными все работы будут производиться на следующий год. На следующий год будут производиться озеленения, это будет касательно благоустройства, установка бордюров, поребриков, обустройства тротуаров, озеленения и установка уже непосредственно остановочных павильонов. С 10 ноября в Петропавловске начнет действовать в общественном транспорте карта для детей в возрасте от 7 до 15 лет. К продаже транспортных карт «Школьник» приступили в конце октября. Приобрести их можно в четырех пунктах реализации на рынке «Тайга», в магазине «Караван», в ассоциации «Автотранспортный союз СКО», в диспетчерском пункте на вокзале и ТРЦ «Достыкмол». Пополнить транспортную карту можно через мобильное приложение «Каспи Киезет», любые приложения сотовых операторов «Мой Билайн», «Мой Актив» с баланса мобильного телефона через Киеве терминалы. Напомним, дифференцированный тариф в общественном транспорте Петропавловска ввели 1 сентября, но на детский проезд он не распространялся. Дети из малообеспеченных семей, получающие адресно-социальную помощь, данная категория детей от 7 до 15 лет, которые получают адресно-социальную помощь, дети из малообеспеченных семей. Для них проезд будет бесплатный. Для того, чтобы получить детские именные карточки, им нужно было необходимо обратиться в центр занятости для заполнения соответствующих документов. Завершился уникальный проект «Туан Ельге Тахзам», организованный Назарбаев интеллектуальной школой города Петропавловск. В его рамках дети отправились в научно-краеведческую экспедицию. Всего в путешествии приняли участие 39 учащихся 9-11 классов. Подробности далее. В течение четырех дней каникул студенты Назарбаев интеллектуальной школы провели отдых с максимальной пользой. Они побывали на нескольких заводах города и познакомились с производственным процессом предприятий. В следующие три дня они погружались в историю, узнавали интересные факты о жизни и деятельности Аблайхана, Шоканаулиханова, Макшана Жумабаева. Я считаю, что проводить такие проекты очень правильно, потому что мы узнаем особенности нашего родного края, конечно же. Мы узнаем много новой информации и в целом поднимается уровень патриотизма. Потому что я сегодня узнала, что завод в нашем северо-казахстанской области, Джанерный комбинат, он самый большой по всему Казахстану. Ребята отправились в город Булаева, где посетили районный историко-краеведческий музей. Здесь представлены различные экспонаты, рассказывающие о жизни жителей района в разные годы. Второй объект, который посетили дети, это музей Макшана Жумабаева в селе Сартамар. Здесь хранятся документы, книги, письма, рассказывающие о жизни и творчестве великого поэта. Побывали в Айртау, побывали там в музее Шухана Валиханова, узнали о его молодости, о его жизни, биографии, как он путешествовал, знакомился, например, с Достоевским и так далее. После четырех дней активного и полезного отдыха студенты вернулись в школу. Здесь ребят ждал сюрприз. Для учащихся экспедиции Туган Ельгей Тагасом подготовили торжественное мероприятие, поздравил детей с успешным завершением проекта директор школы. Несмотря на то, что мы не смогли поехать в другие регионы из-за карантинных мер, мы посетили разные культурные и исторические объекты нашей области и провели очень интересную экспедицию. Мы надеемся, что каждый ребенок, принявший участие в экспедиции, полностью осознал важность проекта, получил для себя полезную информацию, набрался сил и энергии. Сейчас важно извлечь максимальную пользу из этой поездки и применить все знания на практике. Мы ждем от вас интересных проектов, приложений и туристических направлений. Проект Туган Ельгей Тагасом призван формировать у учащихся Назарбаев интеллектуальной школы интерес к родине, к родной стране и усилить чувство патриотизма. Айман Кузимбаева, Служба новостей. Еще одна победа в копилке северо-казахстанских спортсменов. Волейбольный клуб «Куанош» занял третье место на Кубке Казахстана в городе Усть-Каменогорске. Девушки провели шесть встреч, в четырех из них одержали победу. Сейчас спортсменки активно готовятся к домашней серии игр. Подробности у нашего корреспондента. Зрелищность, энергетика, красота. Женский волейбол – динамичный спорт. И наша команда прогремела на всю республику. Финальный этап Кубка Казахстана проходил в Усть-Каменогорске. Впервые в истории северо-казахстанского волейбола местная команда взяла бронзу среди команд Национальной женской лиги. Задачи стояли быть в тройке. Хотелось, конечно, взять и повыше пить и стал. Но получилось так, как получилось. Пока что третье место. Сейчас готовимся к предстоящему первому туру, который пройдет у нас здесь же в Петропавловске. Первый тур Национальной лиги пройдет с 11 по 19 ноября. Девять команд встретят в Петропавловске. Главные соперники волейбольного клуба «Куаныш» – команда ЖТСУ и «Алтай-1». Наши спортсменки рассчитывают на достойный результат. Планку лидерства нужно держать. Нам поставили задачи и по показателю прошлого сезона мы должны держать эту планку. Наш состав пополнила только Анастасия Коломоевец. Это первый темп. А так все игроки, которые были на кубке, те же самые остались. Вернувшись с Кубка Казахстана, у девушек было время на отдых. Сейчас волейболистки усердно приступили к работе. Тренировки проходят два раза в день. Наталья Итова, Рустам Клюжанов, служба новостей. Это были все новости к этому часу. Увидимся в 17.30.